Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Аркадий. Аркадий. У нас в гостях сегодня Аркадий. Аркадий, назовите, пожалуйста, данные вашего рождения. 14 декабря, 89-й год, Москва, 12-01. Прекрасно. Дело в том, что Аркадий попал к нам не случайно, потому что с нами много лет родная, родная, прямо любимая, единственная, многоточие, теща Аркадий. Да, коллеги. Иметь тещу-астролога, он вам даже аплодисменты, это большой, прибольшой бонус в этой жизни. Аркадий, вам слово. Какой у вас вопрос, пожалуйста. Я долго думал над этим, и вы меня поправьте, можно так или нет. Что я упускаю? Хорошо. Потому что теща, предварительно мы, когда беседовали, она озвучивала другой вопрос. Можно оттуда сюда выйти? Нет, но это будет... Я не знаю, когда она озвучила вопрос честно. Тогда сформулирую следующим образом. В каком профессиональном направлении двигаться. Хорошо, пусть будет так. А кем вы работаете сейчас или являетесь? Я работаю на себя. Я провожу... Это очень долго объяснять. Я провожу определенные игровые, психологические практики. Провожу. Провожу, да. А как эта профессия называется? У нее есть название? Шарлатан? Да нет, ну... Мастер, тренер, не знаю, коуч, как угодно. Понятно. А вы их проводите в сети или... И так, и так. И в живую кто? Да, и если получится, отвечая на этот вопрос, понять, что да, это правильное направление, но можно и уйти в сеть, это будет очень ценный ответ. Можно или нельзя, в том числе, при проектах. А как процентах сеть и не сеть? 95% в пользу не сети. Понятно. То есть вы живой коуч, общающийся с аудиторией? Да, с не очень большими, как правило, аудиториями. Не такими большими, как у вас, но да. А эти аудитории разные направленности? Разный гендер, разный пол, разные социальные слои, абсолютно разные. Объединенные одним конкретно, очень-очень-очень конкретно направленным увлечением. Каким? Это фэнтезийные милии из трастика к нарративу, к сценарию, к актерской игре, к каким-то таким... А у вас образование есть? А, да. Какое? Режиссер. Ну, тогда понятно. Аркадий просто очень талантливо нашел себя в рамках своего образования по пятому дому, где Юпитер, Луна во владении Херон и Солнце в Зените. Конечно, прекрасно. Аркадий, вы не курите? Нет. Да, я курю. Ну как, не сигареты. Не сигареты? А что? Кальян, электронные устройства. Коллеги, а почему я задал этот, казалось бы, не имеющий отношение к предмету вопросу? На солнце. Да, про сальхагия, конечно. Наша задача предупредить Аркадия была бы, что любые формы курения для него более вредны, чем для других людей. Ну, это мы должны озвучить. Потому что у меня астма. У меня астма. Тем более, тем более, тем более, вот оно и подтвердилось раз алкогия. А астма, кстати, вот, соединение Меркурия и Сатурна. Причем астма у вас атопическая. Или вы не знаете, как, что написано в диагнозе? Не помните. Она в... Какие термин не помню, может быть? Она в спящем состоянии. То есть, сейчас приступов нет? С девятого класса нет. Ну, и прекрасно. Слава Богу, что она ушла в ремиссию. Аркадий... Вот она, это слово, правда. Да, да. Аркадий, ну что я могу сказать? Вам надо сделать 90... Перевернуть. 95% сеть и 5% живую. Потому что, коллеги, при таком... Это вот сегодня у нас ситуация, как с первой коллегой из Росгвардии. Где у человека все для одного, а человек хочет чего-то другого, где пустота. При таком 11-м доме и неретроградном уране активность в сети дала бы намного большие результаты. А в чем вы сейчас уникаете результаты? В финансах? В удовольствие и в чем-то? Популярность, которая потянет за собой финансы, новые предложения и новые развороты. Да. Да, спасибо. Спасибо. Конечно. Тут все, да. Поэтому вы можете, естественно, продолжать то, как вы делаете сейчас, но сеть дала бы колоссальный результат. И вообще Аркадий, мы просто, может быть, этого не знаем, мы от этой сферы далеки, но у Аркадия гороскоп очень популярного человека. И если вы им еще не стали, может быть, вы им уже являетесь, просто мы не знаем этого, то вы им можете стать быстро. Это не выпадает под определение популярности. Если я им уже стал, а вы не знаете, это не популярность. Почему? Ну мы, нет, мы медвежий угол мира, да. Мы же только в своем варимся. А Солнце шикарное какое в земляте. Поэтому нет, нет. Безусловно, вам надо мега пиар, мега раскрутка. Кстати, вот это из нашего алгоритма. Вот 16 лунный день и другие пункты. То, прям то, о чем мы сегодня говорили, это как раз то, что должно у Аркадия проявляться. С выходом, смотрите, Луна на Канопусе, с выходом на, и Херун на Канопусе, на международную аудиторию, но физически Альтаир на Венере, не покидая Россию. Физически. Марс и Ратом, Марс и Ратом. Нет, мы не говорим, мы не предлагаем уехать. Мы предлагаем жить здесь, но раскручиваться в большей степени на всех зарубежных площадках. Я понимаю. Спасибо. Зенит, смотрите. Стурлет. Нет, это Альтаир. Альтаир ничем не компенсируешь. Жить и работать надо в Москве, а работать по всему миру, но из Москвы. Из Москвы. Спасибо. Да, удачи. Удачи. Спасибо. Простение. Ну вот видите, коллеги, как интересно, у нас впервые в гостях... Популярная личность. Популярная личность и коуч, который проводит на основе фэнтези, да, как мы примерно поняли, такие вот как мастер-классы. Аркадий, последний вопрос, а территориальное это где в Москве? Прямо территориально в Москве? Ну, метро как называется. Слая-шкласса. Ой, коллеги, только вам новую карту дало, сам половину уже не помню. Славянский бульвар – это весы. Да, да, это весы, да. Одиннадцатый. А вы, ваше занятие... Для стрельца весы, одиннадцатый знак. А вы занятие записываете? В этом вся концепция, которую я хотел, с помощью диалога с вами проявить. Обязательно надо записывать и активно идти в сеть с этим. Обязательно. А коучу, может, по какому? Коуч по какому? Хороший вопрос. И, кстати, не такой простой, как кажется. Потому что я не готов вот так четко сказать. Коуч – это не учитель школы, это не третий. Коуч – это не преподаватель вуза, это не девятый. Я думаю, что коуч ближе всего к одиннадцатому дому. Поскольку там иной формат отношений, не аудитория. Коуч – это коллективное деятельность. Да, коллективное наставничество. Наставничество. Выходите, пожалуйста. Наставничество, поэтому скорее одиннадцатый. Хотя, может, и пятый. Нет. Там очень много артистического в этой профессии. У коуча. У коуча его выступления – это часто театрализованные такие мини, может, это и пятый. Поэтому, коллеги, я честно скажу, я до конца сам это не понимаю. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Максим. Максим. У нас в гостях Максим. Назовите, пожалуйста, данные вашего рождения. 28.06.19.87. Почти день рождения. У Максима в среду день рождения. Время? 6.30 утра. Две бирки? Да. А почему две бирки? Не знаю. И две с разными номерами. С разными временами. А что на второй написано? А вторая на 15 минут позже. 6.45? Да. Ой, ну, коллеги, 15 минут. Москва? Москва. 15-то минут, это нам хорошо. Я думал, там полдня разницы. Это мы легко определим. На 6.30 у Максима асцендент в раке. Но, правда, может он и не походить на рак, потому что сразу две планеты, вклиниваются Марс и Луна. А на 6.45, давайте посмотрим, успеет перейти в лев или все-таки еще в раке будет. 6.45, нет, рак медленно восходящий знак, и в лев он точно не переходит, и если брать 6.45, то тогда Луна на капелюшечку с Марсом поднимаются в 12-й и Солнце в 12-м. Мы должны, но они тоже могут на внешность влиять из 12-го дома. Мы должны задать Максиму вопрос. Максим, вы воспитывались в полной семье? Нет. А как было дело? Папа, мама? Ну, отец ушел, я был маленький, у меня там было год 3. Вот, и мама одна вас воспитывала? Да. И отчима не было? Отчим был, но мы крайне редко общаемся. Ну, опять непонятно, отец ушел, это Солнце в 12-м, а Солнце в 12-м по-любому на оба времени. А вы спортом в детстве, в юности занимались активно? Профессионально. А каким? Боксом, и футболом, и хоккеем, все профессионально. И есть звание? Немножко не дошел, начались проблемы. КМС не дошел. Тем не менее, коллеги, Марс надо возвращать в первый дом. Потому что 3 сразу спорта и все 3 вида профессионально, конечно, 6.30. То, что вторая бирка, ну это могло быть, первую бирку, они разным почерком написаны? Разным. Вот, я так и думал. Это написали первую, потом тот человек или медсестра ушла, кто-то набежал другой и думал, что бирки нет. И написал новую бирку уже позже, 6.45. А правильная бирка, а правильная бирка 6.30. Вот это с точнейшим Марсом на асценденте. Но, Максим, тут такая сразу картина вырисовывается. Вот вы сказали о проблемах, но это не с алкоголем было связано? Нет, на тот момент нет. А потом? Потом уже были со здоровьем. Со здоровьем. А алкоголь появился уже гораздо позже. Но появился. Появился. Потому что он у нас тут сильно, сильно вылез. Я вас просто предупредить хотел. Вот как Максима про курение, Абас хотел на эту тему предупредить, что он может быть для вас опасен. То есть вам по-хорошему пить вообще нельзя. Не то, что там много, а в принципе. Для вас это серьезная проблема. Но теперь это мы как бы установили время рождения. Кстати, Пал Лукс на асценденте хорошо иметь для спортсмена? Очень. Графиас, это же тоже марсианская звезда. Проциум на Луне. Белатрикс на Венере. Очень жаль, что обстоятельства не позволили вам дойти до каких-то высот в спорте. Особенно, коллеги, в боксе. Потому что бокс, это и фехтование. Это два самых по какой планете вида спорта. Марсианских. Потому что эти рапирами, а эти по голове калашматят. Не только. И не только, да. И не только. Поэтому да. Это, конечно, прирожденный боксер, очень талантливый. Но это мы как бы все увидели. Какой у вас вопрос? За 26 лет у меня 92 перелома. Из-за чего пришлось бросить спорт. Причем из них два были очень тяжелые, операбельные. Полученные на деньги? Нет. А? В гражданской жизни. В гражданской жизни. 92 перелома. Это, коллеги, рекорд. Джеки Чан. Это, да. Это Джеки Чан, да. Сатурн ретроградный. На кусте 56 дома. Но мало ли у кого Сатурн. Это еще не повод иметь 90. 90. Ригель. Да. Смотрите, как гениально подтвердилась первая бирка. Это следствие. На 6.30 есть звезда хромоты на куспиде 12 дома. Ну, вам издалека, наверное, не видно. Я пытаюсь ее вытащить. Вот, Ригель написано. То есть, Ригель. И Сатурн на куспиде 6 дома. Еще вдобавок ретроградный. Это такая тяжелая судьба. Хотя Максиму всего только вот исполнится. И через два дня 36 лет. А уже столько переломов. Но скажите, это сейчас влияет на вашу жизнь? Влияет. Я пенсионер по инвалидности уже по второму разу. То есть инвалид. Восемь лет, да. А какой группы? На данный момент третий. В этом году уже, скорее всего, второй. Потому что ухудшается? Я не знаю. А что ухудшается? Боли появляются частые. И начинаются проблемы с нервами. С нервами. Ну вот, коллеги, да. Это серьезно. Вот он в 12 доме проявляется. Хотя скорость Луны хорошая. Скорость Меркурия как раз ниже нормы. Это говорит о том, что у Максима IQ выше среднего, интеллектуальный коэффициент. И, конечно, Луна поборется за его нервную систему, но, безусловно, процесс может усугубляться. А с нервной системой какой-то диагноз поставили или нет? Разрыв паучевого нерва, разрыв латеральных пучков плечевого. Ну, это по руке. Это все по руке. А по голове все в порядке? По голове все изумительно. Слава Богу. Слава Богу, что так. Нет, ну, Меркурий, рука больше правая? Правая, а правая? Правая. Правая, да. Вообще все переломы в основном правая сторона и больше всего правая рука. Да, вот оно. Меркурий в 12-м доме в 16-м градусе как раз недалеко от Марса. Ну что, здесь только одно. Здесь, во-первых, надо делать инсталляцию всех этих звезд. Обязательно, включая Ригель в первую очередь. Это во-первых. Во-вторых, здесь требуется, скорее всего, какое-то лечение по типу, ну, не традиционное. Наверное, традиционное тут уже все, что могло, сделало для вас. Типа остеопата. Вы не были? Ну, были уже. Было уже неоднократно. А? Было уже неоднократно. Именно у остеопата. Я не знаю, как он правильно называется. Я был у Коста права. Ну, так тоже. Восточное. Нет, это не восточное. Нет. Это как раз западное. Что-то дало? Нет. Ну, на время помогло, полегчало. А со временем появилось ухудшение. Ухудшение. А больше вы не ходили? Я не рискнул. Не рискнул. То есть, сейчас вы вообще не без лечения? В данный момент, да. Самолечение. А, стоп. А самолечение помогает? Периодически. Но это традиционные какие-то? Нет. Или что-то нетрадиционное? Нетрадиционное. Ну, пусть нетрадиционное. Да, прошу. Скажите, пожалуйста, а сколько раз в год вы проходите реабилитацию? Я прохожу освидетельствование раз в год и все. На комиссии. Вы не посещаете по полюсу ОМС? Реабилитационный центр? Да. Я проживаю в другом городе. Я в Москве бываю крайне редко. Вы имеете право? К сожалению, там, где я нахожусь, слово реабилитационный центр, это... То есть, вы живете не в Москве? Нет. В данный момент нет. А где? Тверская область. Город Торожок. Смотрите, у нас есть прекрасный центр. Нет, нет. 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 Стоп, стоп. Вот наша коллега, тихо, коллега-медик. И она утверждает, что даже живя в Торжке, Максим может... Берете направление, да? А где его взять? В поликлинике, у себя, у доктора, у участка. Да. Собираете пакет документов, отправляете электронной почтой. Они рассматривают в течение 10 дней. И вас вызывают потом на реабилитацию. По полюсу ОМС. Бесплатно. Бесплатно. От 11 до 21 дня. Первый год мне это предлагали. Но травматолог, который меня оперировал, совсем молодой парень, который на это даже не имеет права по закону. Но так как там нет выбора, оперировал он. Он сказал реабилитацию не раньше, чем через 5 лет. А прошло меньше? Прошло меньше. Ну, хорошо. В любом случае, может быть, имеет смысл хотя бы туда показаться, да, этим специалистам. И они скажут, да, стоит это делать или нет. Мы вас тогда попросим по окончании заседания Максиму сообщить координаты. Вы сказали третий... Третья спортивная. А, это адрес. Третья спортивная. И при президенте России реабилитацию офицента там великолепно с костями работают. Ну вот это интересно. Может быть, Максим, может быть в этом... Через полгода, даже через 2 месяца принимают после переломов там. Смотрите, есть в чем смысл. То, что мы видим астрологически, вот это, вот эта картинка, она говорит о том, что если не пытаться что-то делать, любыми путями, традиционными, нетрадиционными, то будет ухудшение. То, что вы уже наломали, оно как бы со временем вообще не даст вам нормально жить. Вот это я могу точно сказать, что что-то надо делать. Ничего не делать просто нельзя. Кстати, на 36 лет, если я не ошибаюсь, Венера к Луне четкая дирекция. Вот она. Венера к Луне. Вы женаты? Гражданский брат. Так, у вас нет планов на этот год или на обозримые годы регистрировать отношения? Ну, пока думаю. Ну вот, имейте в виду, что похожая картинка. Правда, это может быть рождение ребенка. Родители есть? Может быть. Не исключено. Да. Ну вот тогда пусть такая дирекция случится. Это там, да, в Торжке у вас? Да. Да, я за нее туда и переехал. Ну так все. Вот эта дирекция. И, кстати, очень хорошая дирекция Венеры к Луне, шикарная. И если какие-то перемены у вас произойдут, то есть вы или распишетесь, или ребенок, или и то, и другое сразу, то я думаю, под 12 дом оживиться. Здесь же Венера в Близнецах и в 12, вы же не были женаты официально. Ни разу. Ни разу. 50% отдавала, дает. Венера тормозит и усиливает безбрачием 12 дом, усиливает инвалидность. То есть вам полезно для того, чтобы и со здоровьем стало лучше, изменить статус в том или ином виде. Или стать отцом, или стать мужем, или и отцом, и мужем сразу. Вот это важно. Но отцом я уже являюсь много лет. У меня есть ребенок, только от другой женщины. Но это другая история. А мы видим историю этого года. Поэтому та история не в счет. Так что подумайте. Да, ребенок, вот Плутон, наверное, так, ну вот, который уже есть. А это какая-то, как минимум, расписаться. Как минимум расписаться. Вот, Сатурн, да, он в конце пятого. Но на куспиде шестого. Но Сатурн, я думаю, что, может быть, и не помешает. Он уже отыгран костями, переломами, инвалидностью и так далее. В общем, подытоживая, мы вам даем два совета. Первый. Перемены в вашей личной жизни к лучшим. А второй совет. Реально попробовать, попробовать, хотя бы попасть в этот центр, о котором коллега говорит, и послушать, что они скажут. Вас насильно никто ничего делать не будет, но, может быть, они скажут рано, а, может быть, они скажут, наоборот, вы уже слишком затянули. Ну, что-то надо делать. Но в институте не из Клифосовского сказали, что руку мне разбирать никто не будет. Доживай уже так. Ну, я понимаю. Это сказали хирурги. Еще жить и жить. А, да, еще жить и жить. Да. А послушаем, что бы сказали реабилитомы. Это другое. Да. Можно, когда я смотрела на Сима, у него и живет на студенте. Ну, а что это нам даст? Включить-то, конечно, можно. Только это наши рекомендации. Да, да. Это только показало дьявольскую ситуацию. Конечно. Ну, это вот оно. Если он распишется или в этом союзе станет отцом, в этом году это надо делать, после дня рождения, это прекратится. Вы перестанете ломать. Надо, нужны перемены. Если вы этого не сделаете, это продолжится. Между прочим, мистика заключается в том, что точно такое же точнейшее соединение Марса и Черной Луны в гороскопе Евгения Викторовича Пригожева. В Альве. Да, только в Альве, а тут в Раке. Вот у вас в Альве есть, может быть. Ну, вот мне и предлагали туда. Понятно. Но, Максим, я думаю, у вас лучше планы мы с вами на этот год определили. Вы не туда, а вы лучше семью создавать. Это как-то туда, туда с вашей... Да. Как бы, наверное... Нет, там уже добьют. Выливать не надо. Да, Сатурн, да, Сатурн, да, Сатурн. На следующий год. Ну, опасно. Наши родные коллеги, она в Акаде, у нее сын, прекрасный сирург, вот, всех этих костей связан с ухожением. Но она сейчас не ходит. Ну, она у нее есть сирург. Я понимаю, но коллега не ходит уже в школу. Сергей Викторович, поскольку злой, восходящий Марс, Эдиней и Черной Луной достаточно кармическо-фатальная история, можно ли его каким-то образом сублимирует профессионально? С чем занимается? Ну, нет, ну, у него и инвалидность. Нет, ну, я могу сам на себя работать, я живу в частном доме. Я хотел еще один вопрос задать. Вот, в каком направлении мне заниматься? Я в свое время занимался торговлей очень удачно, занимался металлом и обработкой дерева. Это очень удачно. Но металл мне нравится больше. Я просто по образованию сварщик-кузнец. Да вы еще и сварщик-кузнец. А физически вы можете этим? Владимир. Да. Вот рука. Да. Конечно. Да, потому что Марс, я думаю, что Максим, так же, как вот он был боксером, так же на редкость талантливый сварщик-кузнец. Но, Максим, я по-прежнему считаю, что главное, чтобы прекратить поток приятностей, это что-то поменять в вашей семейной жизни. Если это случится, и у вас именно этот год, который начнется послезавтра. Так что подумайте об этом. Все, что по металлу, гениально. Плюс вы еще можете делать оружие. Чернение масляного. Оружие, потому что Марс в соединении с черной луной. Чернение по серебру есть. Я занимался изготовлением холодного оружия. Именно холодного. Именно холодного оружия. Вы можете быть первоклассным мастером. Луна в серебро и черная луна в чернение. Да, но оружие принесет... Вот там отделка. Но легальное, только легальное. Ну, легальное это сложно. Нет, не сложно. Соединение Марса с черной луной, это великолепное оружие на мастер. Поэтому, Максим, у вас... Есть где работать. А можно узнать, кто ли он за девушкой живет? Ну, это если он... Мы же не можем такие вопросы задавать. Ну, подождите, может быть... Вы же не можете за него решать... Задавать ему... Мне тоже хотелось бы узнать, у меня 6 гражданских браков. Ну, вот... Нас интересуют, нас интересуют последующие... Ну, у меня все 3 по 4. По 4 года? Все, да. Вот все гражданские браков. А нынешние? Вот 6, по-моему, 4 года. А нынешние сейчас? Нынешние уже вот перевалил 4 года. Значит, надо... А кто по знаку зодиака ваша? Близнец. Она близнец. Ну, не сказать, чтобы идеально, не сказать, но с другой стороны, поскольку асцендент в раке, а у супруги знак близнецы, это принесет материальное благополучие. То есть, если вы женитесь, вы будете семьей, как говорят, зажиточной, не бедной. Это как бы плюс. Ну, мы и так стараемся. Ну, вот-вот. А будете еще богаче. Так что, молодцы. Желаю вам удачи. Благодарю. Спасибо, спасибо. Очень.